МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомельской области обновляется наполнение Днепробрагинского водосховиша. Такое решение принято в Гомельске облаконками. Ему попереднейший усебаковый анализ ситуации на экологичном и экономичном узровнях. Выпробованием натрывалось для сельской господарки стал надзвычайный режим летнего надворья в минулым и позаминулым годах. Не раз были побиты самые высокие и низкие температурные рекорды. Безлитосная спякота и небывала низкая для лета температура со шквалистым ветром и проливными дождями унесли серьезные коррективы у выники працы агрария. В области загинуло 4,5% посевов. Десятая частка пошкоджена. По дорушению Рада супрацовники Института природокористания НАН Беларуси пропрацовывать комплекс мер по опаляпшении гидрологичной ситуации в Гомельской области. Улику пропонованных вариантов обводнение территории. Створение буйных водосховишев и выкористание разных миллиардационных систем у региона может значительно полепшить ситуацию. Акумуляющие навуковые распроцовки и в опыт минулых годов на Гомельшине вернулись до темы заполнения Днепробрагинского водосховиша, одного из буйнейших в Беларуси. Уапошний раз его наполняли в 2015 году. В последние годы засушливы уровни грунтовых вод упали приблизно на 1,5-2 метра, в том числе и на сушенных миллиардационных землях. В настоящее время в многих мегативных системах не имеется воды в каналах. Если мы пополним Днепробрагинское водохранилище, поднимется вокруг лежащих территорий уровни грунтовых вод. Тем самым заполнятся мегативные каналы водой. И, конечно, мы получим, это создаст нормальные, благоприятные условия водно-воздушного режима на сушенных землях, и мы получим прибавку урожайности. Финансование проекта продуглежено в рамках подпрограммы «Захование и выкористание миллиардационных земель» Державной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы. Додатково будут знайденные сроки из областного бюджета. В уголе питания развития сельской господарки и потребования миллиардационных систем пропрацовываются в комплексе. Во взаимодействии всех отказных служб и ведомствах. Тема на особливом контроле старшине гомельского облвыконкама Енадия Соловья. Выконаны все показчики. Задача захватить и примножить. Выники социально-экономичного развития Гомеля за 2019 год и планы на бегучие обмерковали на посажении гарвыконкама. Прогнозы, основы и перспективы. В материале Евгений Кухаронак. Летошние выники социально-экономичного развития Гомеля можно назвать поспеховыми. Выконаны все показчики. По особенных есть перевышенные прогнозы. Так объем промых замежных инвестиций на чистой основе склав больше за 40 миллионов долларов США. В той час, як у планах значилася лишь бы у 17 миллионов. Знешнеэкономичная деятельность Гомеля в минулом годе так само динамично развивалася. Становчу оценку работы с замежными партнерами дали предприемствам, резидентам свободной экономичной зоны, коммунальной формы подпорядкования и безведомостным организациям. По экспорте послуг добро спрацовали специалисты IT-сферы и будовництва. Задача на 2020-й – не страстить позиций. Цели и задач у нас фактически те же. Это успешная финансовая, внешнеэкономическая, инвестиционная деятельность. Но проекты, разумеется, обозначены. Мы знаем, где будут основное получит развитие город. В первую очередь, это развитие промышленного производства, расширение уже действующих площадей и мощностей и освоение новых видов продукции. Для гандлёвой Галины Гомеля 2019 год был достатково насыченным. Открыты немало объектов громадского харчаванья и гандлёвых кропок. Утымлик у буйных и долгочаканных для гамельчан. Всё летние планы так само продуглеживают заявления на карте города, новых магазинов и кафе. Шмат функциональный центр открыт на месте блога привокзального рынка. Некальки кропок презентуя вядомая гандлёвая сеть. Откроются минимум два объекта под брендом «Грин». То есть это магазины достаточно крупные, с широким ассортиментом продовольственных товаров. Среди объектов общественного питания тоже мы планируем открытие порядка четырёх объектов, но они небольшие, не такие значимые, как в этом году, как «Макдональдс» и «Питстоп». Рашением гарвы канкама намечены меры по завеспечению становчей динамики росту экономики Гомеля, выконании ключовых показчиков эффективности работы сёлита. Евгений Кухарунак, Сергей Лукашук, телерадио «Кампания Гомель». Шмак поверховки растут в каждом районе Гомеля. До конца этого года их побудуют свыше 20. По количеству увиденных квадратных метров 2020-й опередить – 19-й. Таким чином, еще большая колькость людей, отримая максимум, заселиться в новые квартиры. Причем новобудовли на любой густ – это не только панельные, а и цаглянные домы, а так само высотки с серой широкий крок. До речи с 23 домов, які уводятся на гомельских улицах, 15 призначены у темлику для громадян, які мають потребу у поляпшенні жилёвых умов. Активно ведется будовля у 59-м микрорайоне так званой шведской горцы, на улице Фядюненского, у 96-м и 106-м микрорайонах, на Барыкино и у Костюковцы. Усягу до конца года буди по будованам – 220 тысяч квадратных метров жилья. З их коля 60 тысяч – индивидуальное будовництво. Особенность подборки этого года состоит в том, что ни в одном микрорайоне будет предлагаться строительство квартир как долевым способом, так и с государственной поддержкой. Вся информация по государственной поддержке находится в администрациях района города. Туда могут обращаться граждане, состоящие на учете нуждающихся, имеющих внеочередное право на улучшение жилищных условий, а также граждане, имеющих просто право на улучшение жилищных условий с годом постановки до 2008-го включительно. За наступные некольки годов сноучшие свободные пляцовки для шматкватерного будовництва скончатся. Высотки будут сезводить на место знесенных приватных домовладаньях, тих, які знаходятся у непридатным для проживания стане. Спадшина с оправданного гуманиста. У Гомельской гимназии номер 58 сегодня отбылся юбилейные 20-е Гаазовские читания. И они присвящены памяти відомого филантропа урача Федора Петровича Гааза. Свои творчие доследшие работы проставили больше за 80 наученцев и наставников 50 научных установ с Беларуси и Татарстана. Подробязности далей. Гаазовские читания – визитная картка 58-й Гомельской гимназии. Дякуючи этому навуковому и творчему фесту про установу адукации ведаются не только у Беларуси, а и за мяжой. Все лета у географии долучился новый регион – Татарстан. До 20-х юбилейных читаний урыхтовались грунтов на ухоле и калидорах атмосфера эпохи Федора Петровича Гааза. Для удельников подрыхтовали особливый сюрприз. По окончании работы в секциях все участники смогут сыграть в командную квест-игру «Самая яркая звезда». На приз гимназии номер 58, которая, разумеется, будет посвящена жизненному подвигу Федора Петровича. 82 удельники у 11 секциях. Музыка, литература, краезнавство, гистория и многое иншее. Могчимостью проявить свои творшие и доследшие с дольности достатково. Причем темы юные доследчики выбирают вельми сурьезные, а инши расы и близкие по духу. Так наученцы ліцея МНС у своей працы разглядали в образ пропадобного Серафима Саровского. Казалось бы, очень далеко, однако нам, как спасателям, людям, которые собираются связать с этим жизнь, помогать людям, для нас очень полезен является пример этого человека, как именно духовной стойкости, его мужество, его упорство. И то, что он в своей жизни пытался помочь людям, помогать всем вне зависимости от того, богатый, ты бедный, ты хороший человек или нет. Так же, как и профессия спасателя. Як завсёды, подчас газовских читаньев, шмат творших секций, конкурс фото и видеоработ литературных творов, малюнков, музыкальная секция. Максим Савин, Павел Антонов, телерадиокампания «Гомель». Протягиваем выпуск. Кожный день он принимает до 70 маленьких пациентов, вольный час гуляет по парку, а по вечерах знаходясь на сторонках социальных сеток, становчивые отгуки об своей праце. Их это мотивует и придает сил. Размова педиатры Кави Дагли, який по признанию пациента стал лепшим дитяшим урачом региона. Отповедный диплом ее натримал на урошистой церемонии в Минску. На ее были огучены у сепера мужсы конкурсу «Супердоктор». У гомельской дитяшей поликлиницы на Ландышево, где працуя педиатр, побывала Марина Джалая. Завтра у Леры день народжения. Девчонцы вспомнятся 10 годов. И так здарылось, что именно на передо дни свята она захворыла. Но походы в поликлинику маленькую пациентку не вельми засмучают. Тут я ее чекаю любимый доктор Кава Дагли. Рассказывай, что у тебя болит. У меня насмок и кашель. Понятно. Идем давайте ее послушаем, посмотрим. В уголе Лера хворает редко. В этом сезоне простудилась и у першиню. Тата девчонки Дмитрий каже, что доктор Дагли зауседы призначает лечение, какое худко вертае его детей до обычного ладу життя. Очень хороший специалист. Давно наблюдаемся. Очень хорошие рецепты дает. И советы, да? Советы. Он хороший, я выполняю рекомендации. А сейчас что тебе посоветовать? Что надо делать? Ну, прыскать нос, горло, какие-то лекарства, пить. Будешь пить? Да. Кава Дагли – сирый. Его батька так само медик. Працевал гинекологом. Пришим адукацию так само отримливал в Беларуси. Сам же Кава Дагли после закончения Гомельского медицинского университета 6 годов тому пришел працевать в детячую поликлинику на Ландышево. Сирот восьми педиатров и он один и мужчина. Кажется, что в этой справе важно не только подобрать правильное лечение для маленьких пациентов, а и наладить контакт и взаимный довер за их батьками. А своих коллег, близкие же застались на родиме, лечить своей семьей. Это моя вторая семья. Поэтому, честно сказать, я всегда чувствую себя уютным, как будто дома. Я почти 16 лет уже проживаю в Беларуси, в частности, именно в Гомеле. Поэтому у меня второй родной город. Вольных отшасу, признается доктор Дагли, вельми мало. Праца займает по 12 годин в день. Педиатры принимают пациентов не только в детячей поликлинице, а и в приватном медцентре. Чтобы таким напряженным ритмом не страживать энтузиазм до працы и профессийно не выгорать, на так званую перезагрузку ходить в парк. И, зразумела, великая поддержка – это водуги пациентов, якими они шедро делятся в социальных сетках после визитов до своего любимого педиатра. Марина Джала, Игорь Марышченко, телеродокомпания «Гомель». Захавать историю для нашатков. У агрогородку Насович и Добрышского района працу один из лепших музеев установок эдукации историко-этнографичной. Инициатор его творения – Виктор Серпиков, педагог с полвековым стажем. Дякуючи его намаганиям, музей протягивает пополняться новыми экспонатами и сегодня наличивает больше, как три тысячи самых разностайных предметов. Историк этнографичный музей у Насовицкой школы был створен больше за 400 года тому. Сначала он займал невеликую площадку. После, с заявлением новых предметов, начал пошираться. Автор идеи – наставник белорусской мовы Виктор Серпиков. По этот день разом со своими вушнями наставник подорожничая по разностайных вёсках. С этих поездок привозят стародавние инструменты, национальные костюмы, предметы, что дённого побыту. Зараз у шатырых музейных экспозициях больше, как три тысячи экспонатов. Кацкий станок. Я памятую, так само дома у матери стоял биолизный станок в хате, который вечерами, особенно зимовыми вечерами, жанчины ткали полотно. А потом работали и рушники, и настольники, и шили кашули вот домотканные. Вы видите, это полотно. Музей протягивает развиваться и дякающий былым вушням. Многие из тех, кто покинул на советскую школу десять год до того, ещё недопомагают с новыми экспонатами. Особная экспозиция музея присвечена наступством катастрофы на Чарнобыльской АЭС. Тут архивные документы, фотографии, карты отселенных вёсок. Дарыши Минавита у Носовичах одним из первых допомогли же хорам с потерпелых территорий. В своё время, после взрыва, после Чарнобыльской трагедии, Носовичи приняли свыше ста семей. Для них были обустроены коттеджи, которые существуют сейчас. Они живут там. Здесь фотографии в основном всех переселенцев, которые к нам переселились. Хозяйство их приняло, дали работу, обеспечили всем необходимым. Историю родной земли треба ведать и ставится ДАЕ с повагой. Минавиток это за всё дымкнулся донести до своих вушню Виктор Серпиков. Про это он скажет сегодня уже новому поколению наученцев. Подчас экскурсии в музей. Школьники уважливо слухают и добро знаёмый школьный музей о поведе Виктора Серпикова, раптом открывая перед ними нечто новое. Работа сделана обширная. И поэтому она помогает нам в воспитании патриотических чувств ребят. Ну и уважение, любви к своей малой родине, к её труженикам, к земле. Сирот музея установил эдукации Гомельской в области на Советске личится одним из лепших. И он ни одной, чем займал призовые места в разностайных конкурсах. И это не выпадково, бо его развитие с оправдой укладывали душу. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Добрушский район. Лишь бомыла. Незвычайная экспозиция, таких вздымков докладно не представляли гомельской публице, открылась в выставочной зале ГДУ Мяфранциска Скарыны. Сирот десяти авторов и фотокорреспонденты, які, звычайно, застаются поза кадром. На этот раз я не в центре уваги и сами дают интервью. Идея организовать выставу належить фотокорреспонденту «Гомельской правды» Олегу Беловусову, а экспоновать на ее нерезкие сдымки – его коллегам. Так народилась думка створить экспозицию, яку яши николе не бачили в Беларуси. Увы, неку на выставу трапили 60 работ гомельских фотографов. Назва «Лишь бомыла» складается с двух слов. Лишь ба, як символ лишбовых технологий у фотографии, и мыла, як нечто нерезкое, неясное. Авторы вы решили объеднать и визуализировать эти понятия. На кадрах – сбудование, живелы, птушки, природа, люди, атмосферные з'явы. Все то, что бачить каждый из нас, только у незвычайной, замыленной передачи. Нам в редакцию позвонили из выставочного зала университета имени Франциска Скорина и предложили сделать выставку фотографии. Я поделился со своим коллегой Алексеем Герасименко, какую бы нам выставку сделать. Он взял и так схохмил, цифромыло. Я добавил, ага, выставка нерезкой фотографии. Потом подумал, нерезкая фотография, она как бы имеет место среди фотографов. И очень давно уже люди обращаются к нерезкости фотографии. И как-то мы ее обмыслили, потому что я выставки, вот именно заключенный на нерезкой фотографии, я не помню ни в советское время, ни в постсоветское время. Наведать выставу можно до 20 лютого, по будних днях с 10 до 16 годин. В Гомеле проходит спартакиада воинских частей, комиссариату и организации Гомельского гарнизона. С поборницей войсковцев, промеркованных до дня, баронцев Альчины проходит в третий раз. За перемогу змагаются шесть команд. У их леку не только воинские части, комиссариаты и другие организации, а также команды военно-транспортного факультета Белдута и военной кафедры Медуниверситета. В программе спартакиады – волейбол, настольный теннис, протягивание лены и стрельба стабильной зброи. С поборницей допомогают войсковцам, тримать себя в форме и умоцовывать корпоративный дух. Мы делаем сводные команды из воинских частей, которые близки по своей служебной деятельности. Поэтому в этом плане еще большее взаимодействие, еще большее сплоченность и дружба между военнослужащими, оно играет свою роль. И поэтому наш коллектив, я считаю, в Гомельском гарнизоне достойно представляет вооруженные силы на нашей Гомельщине. Команда Жлобинского района стала переможцей областного этапа республиканских споборниц в «Золотая шайба» в дивизионе «А» малышей взрослой группы. Так само в региональный финал пробелись команды советского и центрального районов Гомеля. Жлобинчане показали стопроцентный выник, отримавший перемогу обо двух поединках. Советский район обыграли с ликом 9-5, центральный – 10-3. Хоть нам во второй игре и поменьше шайбу забили, но все равно причинник был сложнее. Другий родок у выниковом протоколе гомельщане оспрочивали увошенным поединку. Мажь отримался напруженным, а спортивная фортуна была на боку хоккеистов советского района. И они перемогли с минимальной перевагой 5-4 и отримали серебряные узнагороды. У команды центрального района бронза. Кубок над головой подняли жлобинские хоккеисты. Они представят Гомельскую область на республиканском финале, який отбудется в Саковику, в Бабруйске. Это и другие новины. Информацию о проектах телерады компании Гомелев можете узнать на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершены. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова